Дамы и господа 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 Ну, в целом, у нас сегодня день гораздо быстрее идёт, чем вчера, что хочется заметить. Вчера у нас катки начинались там, да, первые 50 минут, потом было 55 минут, потом 46 минут, а здесь у нас пока не было ни одной, которая перешагнула бы за 35 минут, хотя вот есть ровно 35 минут Infamous против No Pink, вторая карта, но из-за этого расписание у нас хорошо держится, никто не опаздывает, в прошлый раз у нас довольно быстро оно стало на час опаздывать. Ну, вот такие вот дела. Параллельно там сейчас должны Evil Genius скатать, хотя может они уже скатали, кстати, может у них там супербыстрые катки были. Хотела бы я к ним заглянуть, я думаю прямо сейчас это сделаю, пока тут всё равно пауза стоит, посмотрю, что у них в результате есть. Так, там одна карта выигранная Evil Genius, и всё пока. Да, вторая катается, и всё пока не ясно, потому что 3 минута только, и ничего особенного здесь делать никто не успел. Ну, противники, противники уже и Шторм, наверное, одни из самых крепких, которые есть на этой квалификации, поэтому есть о чём поговорить в будущем. Ну что ж, пока мы переходим к этой карте, здесь у нас Фурион для Харды всё-таки был взят, ну а Никс Ассасин будет играть на четвёрке. Киеван пошёл вниз, либо это будет с воплениями, либо они будут… Так, Стингер здесь что-то интересное делает. Что-то он ждёт, не знаю чего. Ландруид уже мишку взял, пошёл на передовую. Да, на мид он готов выдвигаться, он взял в мишку довольно много всего, форбов, феном, щиток, на себя взял пару тангусов, и помимо этого ещё и стики, но что… Ну, фото, господи, стики, веточки. Пока темпларка имеет шансы попробовать его медведа… Медведя, я бы хотел сказать, медведя… Ну, в целом, я не вижу для тумбларки больших трудностей в лайнапе против этого медведя, вряд ли тут что-то такое страшное с ним случится. Джеймари пока тут проверяет обстановку, полтора хп медведь, и он тут всё это дело лицом танкует. Кристалл Мэйден сюда всё-таки подтянулся, и всё у неё спокойно, ставится уже ракетка, и Ассал должен её получать как раз под рунки. Ну, и здесь есть и Скоффилда шанс отобрать руну, Стингер бежит, чтобы Ассалу помешать, вкачана уже Кристалл Нова, ну, и не понадобилось даже здесь ещё что-то есть по мангусам, чтобы побороться, забирается в любом случае две руны. Ну, а Дайлком взяли две руны наверху, так что здесь всё поровну. Кристалл Мэйден взяла, закупила, возможно, для того, чтобы не качать Аркейнауру на первом уровне, но даже если она будет это делать, ну, на втором уровне, точнее, даже если она будет это делать, лишним три мангуса не будет, потому что очень много маны первой Аркейнауру не даст. Ну что, здесь Ассал будет стоять вместе с Свеном, вижу то, что подтянулось трипла на триплу, и поэтому в Соленово будет у нас стоять наверху Фурион против Пака. Ну, здесь они в целом друг друга будут коцать, мутузить, не знаю, убьёт ли кто-то кого-то из них, возможно, только если совсем неаккуратно сыграть. Нарбао пока есть, и он уже ей начинает мансить. Ну, основная борьба будет, я думаю, тут, пока ещё у них до смерти не близится, но всё-таки довольно боевые тройки получились, и у той, и у другой команды, и особенно там Герокоптер, который наберёт уровень второй. О, как хорошо сейчас получилось с Дикеем, в итоге ХП сейчас тысяча у Андаинга имеется. Но хороший подкоп под Скофилда, и поэтому Кейвана не получилось зафокусить, и он остался жив. Ну, Андаинга много крови из них попьёт, против двоих-то стоять приятно иной раз бывает, а тут втроём можно под Дикеем подставиться. Но пока позиция хорошая, держится без костами, и втроём сразу Дикеем не попадёшь. Ну, Ассал откачал немного ХП у Герокоптера. Так, видим то, что на Свойну уже ракета полетела. У него нету на Штормхаммер маны, будет, если он в стике нажмёт, но он пока не торопится этого делать. Ещё ХП-шки слишком много. Теперь нажимает, Кейван получает стан, будет ли что-то от Огрмага. У него поджог будет только через 4 секунды. Съедает Кейван ветку, и всё, это заканчивается для него хорошим регеном. Ну, как раз ХП меньше, регенится быстрее, минус 8 силы. Крислак против Джеймари стоят. А, крислак очень хорошо переласхичивает. Да, действительно, тут никаких проблем у Тампларки, уже в три раза больше крипов добито. Аликов смотрит. Вообще-то всех смотрит. Я думаю, вам стоит поискать Альянса на третьем или четвёртом канале. Ну, либо на первом, на втором. Я сейчас не уверена, СНГ там уже до конца доиграли или нет. Думаю, что это можно проверить. Я пока этим займусь даже. Пока-то спокойненько всё. Хотя точно пропущу первую кровь, пока всё это буду делать. Так, Европа. В Европе сейчас играют... А Альянсы сейчас играть ещё вроде не должны. Вроде ещё НИП Готсенд не доиграли. Хотя, может, просто Кликотпедия не обновилась. И действительно, у них там матч уже закончился. Если да, то где-то на четвёртом канале. Либо на втором, либо на четвёртом, в принципе. Вариантов не так много. Будут играть Альянс. И что по поводу ЦИС хотела посмотреть. Там всё без переигрок должно было закончиться. Да, ещё продолжается у нас немного квалификация. Здесь пока Виспер и СЕРД разменялись жизнями. Но очень много денег СЕРД получил. И самое главное, он ЭКСПУ получил за этот фраг. Потому что умер первым его противник. Там, видимо, пеньком добил или ещё что-то в этом роде случилось. Да, поэтому и меньше денег досталось. И ЭКСП не дополучил. Но у Пака там было отставание по ЭКСПе. Поэтому они только сравнялись после этого. Продолжается, в принципе, видимо, доминация на линии от Темпларки. Ну, там по ЭКСПе не такая большая разница. По крипам, в принципе, тоже уже. Ассел здесь добивать должны. Слоурипом попытался поддамажить ещё Никс Ассина. Но урона оказалось очень мало. Теперь Свен. У него второй левел. У него ещё ничего не вкачано на второй левел. Ну, есть шанс там стаки какие-то или отводы на клейвах пофармить. Есть шанс подраться через Воркрай. И, возможно, даже всё-таки Воркрай в итоге качнётся. Потому что отходить здесь, как таковые, без косты давать не должны. Аркейнаура есть. Да, уже все Мангусы съедены. Спамила активно КССМК. И пока регенит ману как может. Усколкну, да. Так. Киеван. По кд просто стану заряжают. Ещё поджог есть. Отлично. Стингеры есть шансы убить. И, да, теперь уже Воркрай качается точно. И получается забрать Кристал Мейден. Но Киевана не получилось выцепить. И поэтому не так уж и хорошо всё это вышло для команды лечения. Но они сделали фраг. И на том спасибо. Так. Кассел пришёл сюда в фулловый. Ещё мана регена подкупил. Надо бы что-то Огрмагу кинуть. А у него тупо маны нет. Но он взял себе Блуд Ласта. И теперь уже Свойну качнул и эту штуку. Скоро будут баунти-руны. Я думаю, внизу за них заруба будет. О, как сейчас Киеван погиб. Ух, не по таймингам. Ну, хотя пока он прилетит, он как раз может на шрайн прилететь. Собрать Бунтос. То есть, в целом, от этого команда много не потеряет. Но нет, он летит на Тавер. И поэтому сейчас есть шанс, что и Ник заберёт. Да, бороться за эти баунти-руны не собираются. Лечения их забирают две. А здесь пока ими никто не занимался. Но очевидно то, что всё-таки все четыре будут Бесткос забирать. Потому что он слишком много потерял ХП-пак. Ну, он здесь и умереть может. Но, в общем, он хочет на шрайн. Ждёт, пока Виспер уйдёт. А он не уходит. Да, прочекал это арбой всё. Лететь на пролом пак не стал. Так что придётся ему на базу идти. Там, тем временем, Мандайнга забрали. Ну и давайте посмотрим, как это сказалось на Нетурсах. Общая ценность показывает отставание всего лишь на 200 золота по итогу у Медведя. Шестой левел у него есть. Ну и шестой левел у Тумпларки есть, очевидно. Также Свен опережает Гирокоптеры тоже всего на 100 золота. То есть все держатся плюс-минус на равных. У всех линий Коры друг от друга отстают не сильно. Так, тут полетела ракета. Свен уже Варкрай нажал. Подкоп есть. По Свену попали. Будет проказ магического характера. Ну и да, тут должны Свена добивать. Стан откидывает по Киевану напоследок. Но вряд ли здесь Огромак, конечно, всех разнесёт. Ассул был далековато. Он тут занимался своими старскими делами. Но провардили, я так понимаю, вражеский лес сейчас. И будет видно, куда уходит Тумпларк, чтобы пофармить. А она ушла на тройку, как оказалось. И это для Ассла большая проблема. Потому что, в принципе, Тумпларк может его и засолить. Да, под рефракшеном урона много. И соло рип здесь, ясное дело, не поможет. Сбивается фласка. Последний удар. И Тумпларк делает фраг. Соло фраг, причём без Мелда. Но с Мелдом, она бы его забрала быстрее. Так, ну что, и Виспер опять забрали. Что там, в итоге, давление пака заканчивается его доминацией небольшой. Здесь пока ещё забираются М-ку. 2-1 у неё. С этой сна 1-2 должно быть у Фуриона. Он шестой левел, пак почти седьмой. Ну и по деньгам после этого соло фрага уже сильно выигрывает пак. Да, на 500 золота разница появляется. Ну и Тумпларк тоже выводит гораздо больше, чем Медведь. Но Медведь, к сожалению, без Радика так быстро, как Тумпларк, фармить точно не будет. Скоуфилд, подкоп есть. Крапас, если что, будет. Но вряд ли кто-то будет вообще бить его. Виспер подходит. Джемери пытается стопить его пеньками. Стопит его своим телом, пеньками, всем чем только можно. Подходит пак, очень хорошо кастует. Но урона здесь хватит разве что по Скоуфилду. Крислака забрать здесь точно шансов нет. У него будет еще рефракшн через секунду. Можно для дэмэджа прожать. И да, пока видим то, что успешно выжил. Но, к сожалению, была идея это все-таки забрать ландруида. Они потеряют своего саппорта. Еще и ЦМку теряют без коста. В итоге это плюс два фрага для команды Лючини. Но вот все-таки это Барк такой персонаж, который при оверфарме и даже если остальные будут все плохо чувствовать, может выигрывать игру по-хорошему. Ну что же, и появляется у нее Пауэр Трэдс. Еще статы. Со стороны ландруида, я думаю, здесь Радик будет собираться по-быстрому в первую очередь. Так что это не играет большую роль. Тапк себе брать стал? Нет, он просто ангуса привез. Так, там у Пака тоже что-то интересное. Он на базе был. Наверху теперь Свен стоит, получает экспу. Но, ясное дело, он сейчас по уровню экспириенции отстает от Виспера в любом случае. Но Виспер не пробьется Свена с Воркрайем в любом, даже самом драматичном исходе. Ну и Свена оставили в соло, притягиваться никто туда не стал. Хотя я думаю, что это вопрос времени. Условная ценка туда может вообще без потерь. И, судя по тому, что здесь уже Пак находится, туда должно пойти и Огрмак. Хотя Андань здесь еще какими-то интересными вещами занимается. С ЦМкой решил побороться. У, ульта очень удачно получилась от Фуриона, которая помогает забрать ЦМки фраг. Селенова причем, и она получает много экспу из-за этого. Да, девятый уровень, у нее уже половина шестого есть. Это круто. Так, я так понимаю, я вел Джинниуса сдушит. Что ж, есть Слим Койл, под себя кинул Пак, но его это не спасает. Огрмак тоже не спасет. Минус два в исполнении без кос, чистая работа. И Стингер сразу же делает телепорт на Мид. Здесь есть шанс Джейма резобрать. Стингер кидает новую. И Стан уже не понадобился, хотя можно колбу повесить на Соло, если догонит, конечно. Есть замедление Страпа. И, да, успел Стан дать. Соло рип, и это даблкил для Крислака. Много дэмэджа наносит уже. Хотя есть только, ну, по сути, Блайдстоун и все. Огрмага можно было бы тоже засолить, но по таврам Крислак с половиной хп вряд ли сможет большой отпор дать. И есть Стан, вот, подходит Пак. Сейчас Прокаста может оказаться очень больным. Да, из-за Сайленса новый рефракшн нажать уже не представлялось возможным, хотя он был. И вот десятая минута. По десятую минуту Бесткост забирают одну руну, вторую, так. Три руна забирают в итоге Бесткост, и одну Лучине отдали. 2000 преимущества за Бесткост, но он был бы больше, если бы сейчас не потеряли Темпларку. Темпларка была очень досадной фраг. Но сейчас она выиграет 1500 золота относительно своего оппонента по миду. Но, опять же, Лондруид не из тех, кто в начальной стадии быстро парнет. Он потом будет уже вывозить все, Мишку ставить, и все. Так. Ну что, Микс Асайсин? У него Виндетт есть. Да, в принципе, все уже должны получать свои шестые. Да, книжку Crystal Maiden себе приносит, у нее и вовсе седьмой. Может, ульту сейчас и вкачают. Интересно было посмотреть. Ну, лишним-то не будет. Но можно Аркинауру еще на разок взять, чтобы спамить точно без конца. У Громага уже седьмой. Нет, здесь пока ульта не качается. Вообще ничего не качается. Так и держится с Хиллпоинт на будущее. Свен восьмой. У Лондруид девятый. Ну и Undying четвертый. Но он себе книжку купил и будет уже добирать где-то шестой. Но пока бедно смотрится, конечно. Ничего не скажешь. Внизу потерян на Бескостами Тауэр. Фот, Бескостами Личини. Бескост все еще пока стояла, кроме МИДа. Вард ЦМК перебила. Но здесь Свена нашли на Эншентах. Ну и должны в целом, я думаю, что Сколфилда за такое наказывать. Но не сильно-то он боится. Здесь рядом есть ЦМК. Если что, подойдет Темпларка довольно быстро. И убить его не получится. Джеймори со своим медведем. Продолжает смотреть, что на МИДе происходит. Но теряет много времени, конечно. В лесу тоже не особо хлебно. Но есть Сакрит Релик, я так понимаю, уже. Да, есть и лежит медведь. Поэтому осталось только рецепт дофармить. И это будет хороший по таймингам Радик. Здесь Фурион пытается разобраться с Тайвером. Я думаю, что у него это должно получиться. Но приходит Свена, и он будет отпушивать. И в целом пытаться не подпускать Фуриона к таким вещам. Там пока уже дабл дэмэдж выпал Крислаку, поэтому решил засолить Рошана. И у него это получится сделать, если ему никто не помешает. Вообще, есть шанс, что кто-то зайдет и чекнет. Но суть, потому что Ассел развернулся, у него таких планов нет. А Никс здесь бегает и отвлекает на себя внимание. Он, кстати, действительно очень круто делает. То есть, ходит без Виндетта, безо всего. Просто торгует делом, чтобы в случае чего его забрали. Но Тампларка могла Аегис взять. Герокоптеру делает Аганим первым слотом. Как обычно, здесь ничего не наблюдается интересного. Ну а Фурион будет делать Орчат, и после этого, если что, его апать. Сколько там сейчас стоит? Блаторн, да. Не первым делом, наверное. Хотя помню то, что какое-то время Фуриона в Харде первым делом именно Блаторна и апали. Тут пока фармят, стакают. Еще раз фармят. Подбивает Сингер, как может, Эншентов. Но ульта, да, уже потрачена Герокоптера, поэтому придется фармить как есть. Варда Цемку продолжает ставить. Ну и у нее тут, в принципе, все на правах бомжа. Обычно. Ульту все-таки не вкачивала. Взяла Аркенауру на 3 и Кристалнову на 3. И почти у Герокоптера есть его заветный артефакт. Осталось дофармить 1000 золота на Огаракс. И на этом все. Ну да, в целом, видим, 3000 преимуществ есть. И оно понятно, почему слишком сильно щемит одна темпларка. Она уже 2000 выигрывает относительно других коров. Но вот появляется Рэддинс в лондруиде, и он должен уже начать ускоряться по фарму. На топе тавр есть. Его можно убить. И Виспера в придачу. Но Виспера сейчас отходит на безопасное расстояние. Делает телепорт вниз, и они будут разменивать, видимо, на Т2. Пытаться. Там медведь чикал, что на миде происходит. Ну, скорее, даже просто крипов поджигал. И да, лондруид уже готов дальше собирать тапок. Он может его купить даже. Здесь, да, покупает. Забирает баунтируны. Личине досталось 2. Бесткост здесь забили на вторую, но могут развернуться и взять. В эту часть леса уже личине полезут. И пак. Видим. Успевает дать Дримкуэл. Хорошо. Все. Нужна какая-то помощь. Сингер дает ультимейт. Отлично. Может получиться. Да, Огромок находится слишком далеко. Да, и стан у него только через 3 секунды. Поэтому убивать его есть возможность. Есть смысл. И приходит сейчас с медведем Джеймри разобраться Крислак. Вот и плюс 300. Круто. Для него очень действительно хлебно получилось. Ну и здесь еще Огромок долго довольно тыкает. Но все-таки Виспер его убивает. Оставляет ему фраг тиммейта. И забирает эту Т2-вышку. Так что размен-то, конечно, прошел. Но разменялся один Т1 тавер на Т2. И поэтому видим то, что это было решение сомнительной крепости. А Крислак уже на Т3 пошел на 15 минуте. Ну, уже 16-е технически. Даже почти 17-е. Ну, протолкали половину тавера. А Игисты есть по-прежнему в Тэмпларке. Его можно использовать во что-то благое. И вот как раз был готов драться. Но есть 1800 золота сверху. Можно в целом-то кусок уже какой-то от БКБ купить. Тогда уж, я думаю, если здесь будет именно БКБ собираться. В первую очередь, может, Драгонлендс тогда уж. Увидим, в общем. Пока деньги копятся. И дизолятор. Да, БКБ все-таки будет. Ну, логично все-таки. Здесь и Радик один мешает довольно сильно. И много грязи делает Угармаг. И Пак тоже мешает. Магии много. Даже один Сайленс может все похоронить. Так. Ассел. Джеймари. Джеймари под Капенский. По Медведю есть. И Медведя опять есть шанс забрать. Ну, вот видим, да, действительно погибает у него Мишка. Есть ли там новый, потому что недавно. А нового Т нет. 42 секунды еще. Виспро могут забрать в размин. И это драка плюсовая для команды. Лючини. И Стингера, наверное, тоже не отпустят. Да, ЦМК вряд ли из тех, кто способен что-то сделать. Ну, а Крислак пока по Крипскиппел. И забрал Т1 Тавер. Все эти три фрага, я думаю, не сильно перебивают Мишку. Хотя нет, полторы тысячи заработали. Если сейчас Крислака заберут. Дважды вряд ли, конечно, он может помансит как-то. Но один раз точно. Да, нет, и дважды заберут. У тебя команда стянулась. Спасать его некому и нечем. Хотя блинкаут делает. И в Мел спрятался. А тут есть, есть Сентри Вард. А он не знал. Прям под Сентри Ком стоял. И вот все тебе и закончилось. Но пока он с собой забрал, хотя бы какой-то фраг есть. И заработал с него даже больше, чем заработал с него один СВ. Но я думаю, что фраг в общей сложности получился бы хлебный. Да, это плюс 700 золота команде. Ай, круто. Что дальше? 5000 преимущества есть. Но они сейчас очень сильно оступились, потеряв, ну, по сути, четырех персонажей за одну драку. Джеймари опять медведя гулять пустил. Никс. Так, тут есть пустоту Дрим Койл. Но если бы они смогли поступить как-то с Кристаллаком нехорошо благодаря этому Дрим Койлу, то это был бы однозначно плюс для команды. Но не получилось. Не подцепили, конечно. Может, там блинкаут по таймингу сделал. Может, просто отошел на приличное расстояние и его не заметили. Но самое главное то, что, видимо, здесь его на варде как-то смогли заметить и после этого атаковать. Сейчас БКБ уже почти есть. У Тэмпларки будет после пары пачек рипов. И опять тут медведь Джеймари гуляет. Все время мне за него боязно, хотя он сейчас напугал Кристаллака. Его отогнали прямо под Огрмага. Рядом есть Никс, который пытается помочь, чем может. А пока помогает вроде как. Но рефракшн еще через секунду. Нужно успеть его нажать. Не успевает. Это опять смерть для Кристаллака. Но, да, заработали за него 400 золота. Джеймари размен 1 в 2 есть. Забирают Андаинга. Виспра здесь уже зажатый. Его тоже ничем не спасти. Это еще потеря денег для Беспот. Да, хотя, казалось бы, еще 5 минут назад они имели шанс для тревышку сломать. Но теперь уже точно к ней не подберутся и без БКБ. Да и вообще, в принципе, в одиночку гулять на Пларке не стоит. Сейчас она отдает много денег раз за разом, теряет много времени на просиживание в таверне. И вот уже Свен ее почти догнал. А что там у Свена, кстати? У него гиперстоун, я так думаю, что это на кирасу задел. У него уже есть 2 слота, БКБ 10 секундный и сабля. У него есть 2 слота, БКБ 10 секундный и сабляет на Кримсу. Я думаю, что все-таки с появлением БКБ надо какую-то заварушку устраивать. Да, у Тумблорки есть БКБ, но у Свена есть БКБ. Это, наверное, самое печальное. БКБ 10 секундный и сабляет на Кримсу. Так, Угармаг здесь мог бы подставиться, но не рискует Бесткост идти вот так вот сразу. Сколфилда вперед тоже пускать опасно. Синтрей довольно много на половине врага. И вот видим, что лес вообще весь завардили. Тут пытаются разбивать ловушки, поставленные Темпларкой на Вижн. Ну, вообще Рошан уже появился. Может за Рошан как-то побороться, попытаться. Медведь наверху бегает, жжет Крипов. Темпларка на Вижн. Да, карта становится крайне неактивной. Ну что, Бескост имеют почти, хотела я сказать, БКБ на Гирокоптере, но еще 1000 золота с небольшим надрецептом нужна. Это требует времени. А тут еще и леса выкашивают. Все, кому не лень, уже и Стингер фармит. Ну, у него есть важный для него предмет, Госсептер. Это поможет ему пережить какой-то врыв от Свена, возможно. Если он там за стан, конечно, не умрет. Ну, или Лондруид, если там начнет покусывать. Это немного отсрочит его смерть. Фурион отказался все-таки, мы видим, от всяких Орчидов. В принципе, не стал его собирать. И идет на команду. Есть Пайпа, будет Кремса, будет там Медалька с Крестом, а потом уже апнутым и прочее. Это все дело пока двигается дальше. Пак. 15-й левел. У него 15 уроноспособностей, процентов качественных. Выслеживал его Скоуфилд, но его тут уже на 1000 сентрей было видно. Так что держится от него на почтительном расстоянии. Виспер тоже улетел только что с обсервера. Ну и что, Свен? Ну, кажется, он Кирасу опыт не торопится. Решил делать Блатторн. Хотя это странно звучит. Может он... Ну, пока потайной находятся лавки, но он уже потайной купил себе Гиперстоун. Ну, может он сейчас сплитмейл себе купит. Так, а тут пока Огрмак просит, да, это разбафать успел Ли. Ну, думаю, что успел. Джеймари можно забрать Медведя. И да, это еще плюс 300 в этот раз с Эмки. Отобрала Мишку. Да, закупать Кирасу, просто остальной кусок здесь... А, это у Медведя. Да, ну и Свен, видимо, оставит это все потом на какой-нибудь... Ну, не знаю, тогда уж на Лотус. Ну, можно и Дреки раз в команду собрать. В целом не критично. Было, знаем. Забирают пока еще Рошана. И все. Думаю, что здесь... Законтестить всего не факт, что получится, но Пакурова сил очень хорош. А, да, Пак забрал Рошана в итоге своей арбой. И достался Айгес и Сыр. Все равно, конечно, команде Бесткост. А кто Сыр забрал? Сыр у Гирокоптера. Так, что дальше? Свен? Вот не знаю. Все-таки, наверное, зря он отказывается от Кираса себе тоже. Несколько раз видела ситуацию только в этом сезоне, когда собирали там по две Пайпы на команду, по две Кирасы, там и нормально все выглядело. Вот, ну, 1900 у него золота, в принципе, мало пока, но он на первом месте по Нетверсу. Богатый по количеству слотов. Что ж, с Айгесом теперь там Пларко может позволить себе подавить. Есть два внешних тавора, которые хотелось бы снести. 25 минут, кстати, игра идет, и она пока претендует на звание самый быстрый. Тут самый быстрый, самый долгий, наоборот. Сколфилд там под Крапас хорошо поймал Свена, и поэтому Свен не смог забрать его. Разбираются баунти-руны, ну и тут дальше уже нужно перестраиваться. Возможно, даже под Т3 пойдут на нижней линии, как это планировалось в прошлый раз, чтобы допилить его, там не так много оставалось. Здесь вард упал, и я думаю, Лондроид понял, что... Хотя я не видел, это, может, их вард был. Скорее всего, даже их и был. Прочекали, знают, кто там находится, и будут уже, наверное, атаковать. Уже двое здесь скучковалось. В принципе, с ними только Никса нет, но Никс может очень хорошо толкнуть верхнюю линию. Переместиться туда вниз он довольно быстро не может. Хотя Телепорт делает и пойдет через нижние таворки. Иван потерял половину КП, пока башка у него есть, Р есть. Надо пытаться убивать Пака первым. Его забирают, и дальше уже Асала в размин возьмут. Вот, да, это очень хорошее получился тут в дубларке с Мелда. Удар на половину КП. И собрала себе МКБ, что даст возможность бороться против Радика, который дает слишком противные миссы порой. В итоге это минус 3, байбеков ни у кого нет, и действительно можно заходить. Тут как раз подходит тележка, которая снимет бэкдор, чтобы забирать тавор. Минус глиф. Это означает, что можно на бараке остаться. Но я думаю, что бараки не в любом случае забирали бы, но другие стороны им не подвластны, потому что там стоят еще два вышки, и отпушили от них крипов очень далеко, поэтому они не смогут даже в теории там подпушить сейчас по-быстрому, чтобы это сделать. Только перемещаться окончательно. Ну, и они забирают в сторону и уходят. 12 тысяч преимущества есть, отличная драка, Свен в ней так и не поучаствовал, и, наверное, правильно сделал. Ну что, мы забираем шрайн. Тоже плюс деньги. Можно под следующий ворошан, конечно, и другой шрайн забрать. Но там в любом случае получится, я думаю, так, что нужно будет идти на мид, нести здесь Т2, там в сторону можно снести. На топе можно Т2 снести, крипов подтолкнет какой-нибудь фурион. Так, а тут драка, может быть, Джеймари. Ки-1. Довольно в опасной позиции стоит, его может сейчас покуснуть попытаться Свен. Забирают Огрмага с другой стороны, Крислак это опять оформляет. И, да, будут нести две Т2 разом, и поэтому придется разрываться. Так, прожимается Свеном ГДС. Это все дело Ки-1 контролит. Но не совсем. Получается, успевает БКП прожать до стана, но слишком много КП теряет, проедает сыр, приходит сюда Виспер, попытаются законтролить. Стингер дает ультимейт, Ассела контролит, контролит еще и Пака. Они слишком медленно передвигаются и получают все это дело пережить. Отличное прожатие сыра. В итоге это минус Пак, которого забирает Крислак. Можно догнать еще и Свена, есть Стан, который подсвечивает его. Успеют ли законтролить? Не успевают. И надо добивать Тавры. Здесь пеньки Ки-1. Здесь может добить Крислак. Ну, хотя Крислак там что-то своими делами каким-то занят. А, да, он под Т3 вышкой тусовал. Но Т3 надо забирать тоже, в принципе, они имеют шанс с такими прагами, тем более, что они знают, что у Свена нет ГДСа, а без ГДСа он особо-то не подерется. Может пытаться крипов толкать Станами, но Стан тоже терять порой опасно. Крислак прыгает, стычку сабли дал, много импакта не дало. Крислак потерял рефракшн, но продолжает драться под БКБ. Очень много ХП снес и забирается. Опять второй раз угромага, раз за разом. В принципе, по состоянию выкупа, я думаю, мы увидим ситуацию, то, что здесь нет выкупов у Сил Света. Да, есть только Андаинга. В итоге это минус еще сторона. Ну и Личини должны соглашаться со своим поражением. И они действительно это делают. ГГ, ВП, говорят, Личини. И Бесткост выигрывают четвертую серию и первую карту. Они могут закончить вообще без поражений весь этот квалификационный этап и перейти с 8 очками в следующий этап. Но насколько это реально, мы увидим совсем скоро, потому что паузы небольшие, в принципе, между играми в пределах 10 минут. Ну а пока уходим на паузу и через 10 минут, получается, вернемся. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин